Я приветствую вас на канале Аленин сад. В этом видео я расскажу о моем опыте выращивания тыквы в 2018 году. Так сказать, подведу итоги и проанализирую сорта. В сентябре Валентина Цузнетова на выставке в Риге снова нам продемонстрировала, какое разнообразие существует сортов тыквы, каких их только нет. Формы, цвет, размер, все поражает мое воображение. Но еще в 2017 году на выставке я у Валентина купила два сорта, которые мне понравились больше всего. Это были сорта Бэби Бу и сладкая картошка цвет потата. В этом году, конечно же, самое большое внимание я уделяла именно этим двум сортам. Сладкая картошка меня просто удивила своим приятным вкусом, совершенно не тыквенным. А Бэби Бу меня поразил своим ореховым вкусом, потому что очень часто можно встретить на упаковке надпись, что у тыквы ореховый привкус, но на самом деле никакого ореха там нет. А вот у Бэби Бу действительно этот ореховый вкус был. Кстати, сегодня уже 10 января, а никакая тыква у меня не испортилась. Все они хранятся в условиях обычной городской квартиры, можно сказать, на моей кухне. Ну и так, сейчас покажу крупным планом, по порядку расскажу о каждом сорте. Сорт Бэби Бу. Очень желанный сорт и очень плодовитый оказался. Семена я собирала с вот такой вот тыковки, которую мне дала Валентина на выставке в 2017 году. Потому что у нее не было семян в пакетиках. И, как видно, сортность сохранилась, не был переопылен этот сорт. И выросли вот такие замечательные маленькие тыковки. Очень-очень твердые. Это твердокорая тыква, которую будет очень сложно сейчас мне на ваших глазах вскрыть. Я еще не открывала эти тыквы. Ну, во-первых, потому что они прекрасно хранятся. Но с такой твердостью они до весны и до лета прекрасно долежат. И есть тыквы, которые нужно было побыстрее съесть, конечно же. Поэтому эти еще я не вскрывала. И сделать это будет очень-очень сложно, конечно. Вот так эта малышка выглядит внутри. Конечно, сейчас многие скажут, фу, что это за тыква вообще. Это какая-то декоративная фигня. Но на самом деле вы ее просто не пробовали. Я также думала, когда увидела ее, что тут и жарить-то нечего. Но на самом деле вот именно эта тыква обладает удивительным ореховым вкусом после запекания. Но сейчас я еще ее попробую в свежем виде. Семечек образуется очень и очень много. В прошлом году я очень многим рассылала семена Бэби Бу, потому что они мелкие. Их легко можно в письме отправить. И посмотрите, как их много. На одну маленькую тыковку целая куча семечек. В сыром виде никакого орехового вкуса я не почувствовала. Попробую запечь и оценить после. Конечно, такую тыкву не нужно очищать от кожицы. Это совсем неблагодарное занятие. Мы вот так вот просто берем, смазываем оливковым маслом и кладем на запекание эту тыкву, посыпав солью. А семена, пожалуй, хотя бы с одной тыковки, свежие семена, я соберу. Следующий сорт, безумно похожий на Бэби Бу, в принципе. Да? Только цветом отличается и формой немножечко. Это Джек Белиттл. Эти семена мне присылали из Америки. Крошечная тыковка. Но, как видите, выросла на растении. У меня только одна единственная тыквенка. Вот эта. Она такая красивая, она такая декоративная, что Даша несколько раз уже утаскивала ее к себе в игрушки. Она в игрушках валялась, как будто это искусственное что-то. Я ее находила, приносила обратно на кухню. И Даша от нее в полном восторге. Именно поэтому мы до сих пор ее не вскрыли. Но настал ее час. Это тоже твердокорая тыква, которая, к сожалению, не очень урожайная была в первый год. Но может быть от того, что прислана из более теплых краев, поэтому не показала себя. Если собрать семена, оставить на это лето, посеять их, то, может быть, урожайность повысится. Семечки тоже очень похожи на семечки Бэби Бу. Их тоже очень-очень много. Сохраню их для себя. Здесь, конечно, тоже смысла никакого чистить нет. Запекаем ее прямо вот так вот целиком. И я хочу сказать, я попробовала. У нее очень приятный сладкий вкус у этой тыквы. Очень сладенькая. После запекания сладость должна усилиться. Посмотрим, что будет в конечном итоге. Следующая замечательная тыква – это сладкая картошка. Тыква, отличающаяся сладким вкусом. У меня осталась только одна семечка с прошлого года. Но, к сожалению, не возлагаю на нее никаких надежд. Почему? Потому что оказались семена переопыленные. Вот это, то, что мы видим на картинке, это и есть сладкая картошка. Но эту тыкву не я вырастила. Эту тыкву мне подарила Валентина на выставке в 2018 году. Я ее вскрою сейчас и покажу, какая должна быть сладкая картошка, какие у нее семена. А то, что выросло у меня, это вот такие вот неизвестного уже происхождения существа. То есть, это переопылившиеся в прошлом с какими-то другими сортами тыквы штуки получились у нас, гибриды. Вот есть какие-то воспоминания о предке, о материнском растении у этой тыквины. Что-то она оставила, ну а что-то взяла от другого. И, к сожалению, было две таких вот тыковки. Я уже одну вскрыла, попробовала, ничего общего со сладкой картошкой по вкусу. Это скорее напоминает обыкновенный кабачок, не самого высокого качества, вкусового. И на другом растении выросла вот такая вот тыковка, которая переопылилась тут, я не знаю, с кем даже. Потому что по цвету она напоминает как раз Бэби Бу. Цвет очень похож. По форме она ничего не напоминает. И у нее есть маленькие бородавочки. То есть, это уже совсем что-то другое. Вот так можно выводить новые гибриды тыквы. Но нам, конечно же, интересно именно настоящая, оригинальная сладкая картошка. Которую мы сейчас и вскроем. И потом запечем и насладимся вкусом. Потому что она очень вкусная в запеченном виде. Вот. Мякоть уже гораздо толще у нее получается. Семян тоже достаточно много. Но чистить ее тоже не нужно. У нее после запекания кожица будет достаточно мягкая такая, что ее можно даже будет съесть. У Бэби Бу кожицу нужно будет выбрасывать, когда вы ее едите. А у сладкой картошки она будет мягкая. Семян соберу, конечно же, своих целую кучу. Но сортность мне никто тут, конечно же, не сможет гарантировать. Очень сочная, несмотря на такое длительное хранение. Попробую, какая она на вкус сырая. В сыром виде у нее такой какой-то странный, даже немножко жгучий вкус. Не очень приятный. Так, с горчинкой вроде как-то. Ну, такой странненький очень вкус. В сыром виде не очень. Но после запекания все изменится. Кстати, скоро 14 февраля. День всех влюбленных. Сорт медвежонок. Бэби Бер. Совершенно такой, как заявлен на упаковке сорт. На Яус Секлос. Литовские семена. Очень урожайный, как видите. Достаточно много тыквы выросло. Учитывая, что уже часть мы, конечно же, съели. Но, к сожалению, кроме вот этой безумной красоты и урожайности, для меня лично сорт неудачный. Потому что мне он не очень понравился по вкусу. Может быть, конечно, я не умею его готовить. Но есть гораздо вкуснее сорта. Сейчас разрежу, покажу, что там у него внутри. То, что мне не очень нравится. Не буду скрывать крупную тыкву. Потому что, как уже сказала, мне он не очень нравится. В запеченном виде. Ну вот, видите. Мякоть достаточно тонкая. Семенная камера огромная. После чистки там мало чего остается в этом медвежонке. Семян не так много. Больше вот этой вот межсеменной ткани. Вот. То, что остается. И по вкусу она, к сожалению, после запекания не вкусная. Он же тоже по вкусу напоминает больше кабачок. Ни сладкая, ни какой-то особенной консистенции у нее или вкуса после того, как ее запечешь. Ничего у нее не появляется. И видите, тоже она не оранжевая, ткабелесая. После запекания достаточно жесткая. В общем, мне на вкус этот медвежонок совершенно не понравился. Хранится великолепно тоже. Как видите, лежит в обычных условиях. И великолепно сохраняется. Нисколько он не морщится, не сохнет, ничего. Очень-очень декоративный. Конечно, для красоты можно выращивать для того, чтобы осенью украшать ваш дом. Я этот сорт выращивать больше не буду для еды. Только если для красоты посажу одно растение, чтобы вот именно иметь осенью такие красивые оранжевые тыковки. Сорт учики кури. Это вот такая тыква сорта типа хоккайда. Это очень популярные тыквы в Японии и в Китае. И вот эта тыква у нас уже вся съедена, потому что она очень вкусная. Очень мне она нравится для приготовления пюре, супа, пирога тыквенного. Потрясающий в общем сорт, который буду сажать до тех пор, пока буду иметь семена. И видео об учике кури и ее на разрезе я уже показывала 2 года назад. Можно по подсказке пройти и посмотреть, что это за тыква и с чем ее едят. И там еще я рассказываю про тыкву розовый банан. Теперь эти нарезанные кусочки я смазала оливковым маслом, прямо так руками. Посыпала солью и отправляю запекаться до мягкости. Понравилось это видео? Не забудьте поставить пальчик вверх. Этим вы помогаете развитию канала Аленин сад. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, потому что у нас впереди новый сезон 2019 года, где будет очень много снова интересных экспериментов. И затем обзоры разных сортов, которые я буду пробовать выращивать. И не только тыквы. У меня на канале очень много видео и о перцах, и о томатах, и даже о морковке. Я желаю вам всего самого наилучшего, богатого урожая и теплого лета в этом году. Всего хорошего. До новых встреч.